Ну что же, еще раз всех приветствую, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Еще один интересный прогноз для вас, но перед началом, друзья, кто не подписан, обязательно подписывайтесь и давайте дальше вместе развиваться. Ну а мы начинаем, друзья. Саша Палатников против импакт Касангая. Ну что же, давайте начнем со статистики. Саша Палатников, друзья, 6 боев, 5 побед, 3 нокаута, 2 решения. При одном поражении, одно нокаутом. Саша Палатников, в принципе, является базовым ударником и, в принципе, имея неплохую определенную огневую мощь. Что же касательно импакт Касангая, друзья, 6 боев, 5 побед, 1 нокаутом, 4 решения. При одном поражении, одно нокаутом. А теперь, друзья, главный сок и, скажем так, долгое мое разбирание, размышления по данному поединку. Переходим, друзья. Последний поединок Саши Палатникова, где он шел также дичайшим андердогом, как и в данном противостоянии, с Луисом Коски. Вот, по прозвищу, по-моему, если не ошибаюсь, Чудовище. Где я, кстати, думал, что тоже Коски снесет без проблем. Но, переждав на морально-волевых качествах, друзья, а у Саши Палатникова, друзья, реально, морально-волевые качества, ну, знаете, в простонародье это называет просто мужик с характером. То же самое я могу сказать о Саше Палатникове. То, что он может вытерпеть, он вытерпит. Он не сдаст оппозиции, он не спасует. Да, он будет терпеть до последнего. Насколько ему позволят его морально-волевые качества и насколько позволят ему его держак. А держалка у Палатникова, я скажу, в принципе, хотя он имеет одно поражение нокаутом, довольно неплохая. Сколько ударов, сколько он перенес туда от Луиса Коски и все же переломил ход того поединка и выиграл уже сам тот поединок, да, срочно, если не ошибаюсь, техническим нокаутом. А вот импакт Асангай, друзья, в последнем поединке, да, хоть у тебя позиция Хоакин Бакли. И, по-моему, нокаутом года тогда был признан этот нокаут с разворота ударом ноги, просто красивейший тогда был нокаут. Но просто в лухом, в лухом просто нокауте оказался импак Асангай. И я думаю, что просто так пройти мимо, не сказавшись на нем, это не может. Хотя, в принципе, по натуре Асангай также, в принципе, ударник, имея неплохую такую, скажем так, базу бокса. В принципе, да, так боксируем. Очень осторожный, очень аккуратный. Но, говоря за огневую мощь, друзья, я здесь отдам именно в сторону Саши Палатникова. Именно по огневой мощи. Я не вижу, если честно, как если импакт Асангай даже и выиграет. Я вижу, как он может только отстреливаться и по очкам. По выносливости парень на одном уровне. По мастерству, ну, примерно тоже более-менее на одном. По антропометрии тоже самое, примерно равный уровень. Вопрос в одном, а какого черта тогда Палатников здесь идет за коэффициент 3-4, да? Как по мне, опять, опять недооценную Сашу Палатникова в данном противостоянии. Примерно при равных шансах. И опять здесь букмекер что-то, как по мне, друзья, мутит, да? Давай такой шанс на Палатникова, я думаю, для рискованных экспрессов почему не пробовать? Вот, так что, друзья, для рискованных экспрессов, да и в принципе, даже не прям для рискованных таких, знаете, ну да, в какой-то степени больше на риск. Но я считаю, что у Палатникова в данном противостоянии неплохие шансы. Ударная мощь за Палатниковым, во всем остальном парни примерно одного уровня. Так что я даже сочту Палатникова здесь небольшим фаворитом 55 на 45, даже как по мне. Ну, им пока СНГ, чисто в теории могу предположить, что может переиграть по очкам. А у Палатникова есть два шанса. Так же побороться, как и по очкам, скажем так. И второй шанс это на нокаут, на нокаут или технический нокаут, да? И по Касангая. Так что, друзья, да, коэффициент 3-4, вдумайтесь, на Палатникова, да? В то время как Касангая там 1.38, что-то, если не ошибаюсь. А нет, говорю, друзья, 1.35. Вот, так что это ненормальный кэф. И не такой нифига фаворит тут Касангая, друзья, я скажу честно. Примерно равны шансы. Ну, еще одна ставка, друзья, все же считаю, данное противостояние подзатянется. Третий раунд начнется, да, как говорится, вне зависимости от победителя. Ну, как говорится, я считаю, что у Палатникова в данном противостоянии реально неплохие шансы. Ну, что ж, друзья, у меня на этом все. Жду активных подписок, если данный прогноз наберет просмотров. И до новых встреч, до новых прогнозов, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok